Галилео Галилей был известным физиком, математиком, астрономом. Он сделал ряд важных открытий в различных областях наук, изобрёл телескоп, написал множество трактатов и даже создал свою собственную философию. Будущий учёный родился 15 февраля 1564 года в Пизе в обедневшей дворянской семье. Его отец, Винченцо Галилей, был видным музыкантом и композитором, однако из-за проблем с деньгами он был вынужден заниматься мелкой торговлей. Мать Галилео, Джулия Аманази, была женщиной со сложным и своенравным характером, и эти черты передались по наследству её сыну. В детстве Галилео вместе со своей семьёй переехал во Флоренцию. С ранних лет у мальчика появились способности к рисованию, к музыке и иностранным языкам. Родители отдали маленького Галилео в школу аббатства Валамброза. Там он отличался усердием и хорошо учился, изучал древние языки. Галилео очень хотел стать монахом, но родители были против этого. В 17 лет, по настоянию отца, молодой человек поступил в Пизанский университет, на медицинский факультет. В этом же университете он стал посещать лекции по физике и по математике, а затем бросил медицину и стал заниматься изучением точных наук. Позднее он поступил на математический факультет. Во время учебы в университете Галилео Галилей заинтересовался гелиоцентрической теорией Коперника. Также он изучал труды Эвклида и Архимеда. В те годы он уже мог бы стать профессором и преподавать в университете. Но из-за финансовых трудностей Галилей не смог окончить учебное заведение. Профессорский состав был настроен к юному ученому скептически, потому что Галилео очень любил спорить и на все имел свою собственную точку зрения. Поэтому ему отказали в бесплатном обучении в университете. Однако на Галилея обратил внимание виднейший в то время математик Гавида Бальда Дель Монте. Он стал покровителем Галилео Галилея. И благодаря Дель Монте ученый получил место профессора в Пизанском университете. У него появилась возможность преподавать и заниматься наукой. Он читал лекции по механике и по математике, писал трактаты. Позже Галилео Галилей переехал в Падулю, чтобы преподавать в университете. К тому времени он получил известность в научных кругах. Также Галилей преподавал в Венеции. Это было самое плодотворное время для ученого. Именно тогда он сделал ряд открытий, а также занялся созданием различных технических устройств. Студенты очень любили посещать его лекции, а научные труды Галилео Галилея стали переводить на другие языки. У Галилео Галилея было две дочери и один сын. Его дочери служили в монастыре при церкви святого Матфея в Арчетре. Связь с детьми Галилей сохранил на протяжении всей своей жизни. Галилей работал при дворе Козима II Медичи во Флоренции. Там ученый рассказывал о гелиоцентрической системе мира Коперника. Однако в то время эта система противоречила взглядам католической церкви. Галилей изобрел телескоп, за основу которого он взял обычную зрительную трубу. Он увеличил мощность этой трубы до 30 крат. И одним из первых начал изучать с помощью телескопа движение небесных тел. Результаты своих наблюдений он опубликовал в книге «Звездный вестник». Галилео первым сделал зарисовки лунной поверхности, написал о существовании других галактик и изучил природу Млечистого пути. В 1613 году была издана книга «Галилея о Галилео. Письма о солнечных пятнах». В ней ученый подтверждал теорию Коперника о вращении Земли вокруг Солнца. В связи с этим в 1616 году состоялся суд над ученым. К счастью, Галилея оправдали, однако его заставили отказаться от пропаганды геоцентризма. Второй суд над ученым состоялся в 1633 году из-за публикации «Диалога о двух системах мира». Эта книга была предназначена для широкого круга читателей. Центральный конфликт этого диалога касается двух конкурирующих научных моделей геоцентрической системы, поддерживаемой Церковью, и гелиоцентрической системы, предложенной Галилеей. Традиционная геоцентрическая модель, основанная на работах Птолемея и Аристотеля, утверждает, что Земля находится в центре Вселенной, а Солнце и другие планеты вращаются вокруг неё. В то время как гелиоцентрическая система Галилея подразумевает, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. На этот раз решение суда было более строгим. Ученый провёл 18 дней в заточении. Его заставили отречься от своих взглядов и запретили публиковать научные труды. Со временем состояние здоровья Галилея начало стремительно ухудшаться, и ученый даже ослеп. Однако, несмотря на это, он продолжал заниматься наукой. Последние годы он провёл на Вилле в одном из пригородов Флоренции. В 1642 году Галилео Галилей умер от лихорадки. Католическая церковь запретила возводить ему памятник, так как при жизни он был еретиком. Галилей был автором выражения. Книга природы написана на языке математики. Он смог использовать математику для описания физических явлений. Ученый придерживался рационализма, был приверженцем стройного, систематизированного и логического описания Вселенной. Он смог очистить философское знание от иррациональности и пережитков мифологии. Благодаря Галилею философия стала настоящей наукой. Благодаря изобретению телескопа Галилей смог сделать ряд открытий в области астрономии. Он первым обнаружил луны Юпитера под названием Ио, Европа, Ганимет и Калиста. Также с помощью телескопа он увидел горы и моря на поверхности луны, ведь до Галилея считалось, что поверхность луны гладкая. Также Галилей первым в мире наблюдал планету Нептун. Он же открыл законы движения планет вокруг Солнца и первым увидел кольца Сатурна. У Галилео Галилея есть ряд интересных изобретений. Автоматический сборщик томатов, шариковая ручка, карманная расческа, которая удваивалась как столовая посуда, микроскоп и термоскоп. Это аналог современного термометра. Музей Галилео Галилея. Этот музей находится во Флоренции. Расположен во дворце Костелани в замке XII века. Здесь находятся коллекции научных инструментов, собранных династиями Медичи и Лотаринги. Также в музее находится изобретение самого Галилея Галилео. Музей был создан в XVIII веке. Сначала экспонаты хранились в галерее Уфицы, а затем были перевезены в музей зоологии и естествознания. Экспозиция содержит карты, термометры, электромагнитные приборы, компасы, глобусы, телескопы. А у входа в музей есть флорентистские солнечные часы с ящерицей. По хвосту животного можно определить полтень. В здании есть библиотека, в которой хранятся тысячи научных трудов, посвященных точным наукам. В музее проводятся и временные выставки. Например, «Видение неба от Данте до Галилея», «Архимед. Искусство и наука изобретения» и другие. Имя Галилео Галилея. Международный аэропорт Пизы носит имя Галилео Галилея. Аэропорт расположен в пяти километрах от города. Купюра номиналом 2000 лир. Изображения Галилео Галилея были и на марках СССР. Про ученого даже написана пьеса «Жизнь Галилея», автор произведения Бертольд Брехт. Также сняты одноименные фильмы «Лилианы Кавани» и «Джозефа Лоуси». А знаменитый композитор Филипп Глаз написал оперу под названием «Галилей». Редактор субтитров А.Семкин